Снова здравствуйте! Я рада приветствовать всех, кто заглянул на мой канал. Меня зовут Ева Лекцер. В данном видео хочу выполнить расклад по вашей просьбе. Давно его не делала. Называется «Картина происходящего». Мой авторский расклад, который покажет текущую ситуацию в ваших отношениях на данный момент, а также их перспективу развития на тот период, который вы сами себе озвучите и проговорите. Я здесь касательно периодики рамок ставить не буду. То есть период вы для себя проговариваете сами. Значит, каким образом сегодня будем с вами работать? Всего у нас с вами будет 4 колоды на выбор, плюс одна вспомогательная. Называется она «Послание ангелов для влюбленных Доринверче». И, соответственно, эту колоду мы будем использовать как итоговую в качестве совета для каждой из этих колод. На текущий момент я уберу колоды, которые не участвуют у нас в работе. Ваша задача определиться, выбрать ту колоду, либо тот вариант, который вы для себя загадали. И, собственно, давайте будем работать. Итак, все колоды я убираю. Кстати, по просьбе вашей сегодня буду работать исключительно на прямых арканах. Ну, не принципиально, посмотрим, насколько будет глубина проработки, да, и текущей ситуации. И специально для этого я выбрала колоды оракульного типа. О чем это говорит? Колоды оракульного типа, они немножечко отличаются от классики благодаря своей прорисовке. То есть здесь уже четко ли какая-то рисунок, какая-то картина, которая дает уже вам подсказку согласно визуального ряда. Итак, настраивайтесь, пожалуйста, на расклад, проговаривайте имена, даты рождения вас и вашего партнера, визуализируйте вашего мужчину, да, либо если мужчина смотрит, то визуализируйте женщину. И давайте смотреть. Итак, в карте скажите, дай всю минуту покажите, какова перспектива развития с этим вашей между теми. Первое. Так что чувствуются, что надеяны, а вот есть ли ожидания, что закрывают, что же, о чем стыд, за чего боитесь, без этих развития с собой. Так. Так, все карты я сейчас переверну, все вам озвучу, поэтому не переживайте. Так, карты по левой стороне вашей, по правой карте вашего партнера, по центру карты общего порядка, которая будет вам показывать ситуацию, которая развивается на текущий момент в ваших взаимоотношениях. Значит, я буду складывать вот так, чтобы был виден визуальный ряд, в любом случае карты буду вам подносить. Так, ну, безусловно, расклад мы с вами будем уточнять. Итак, смотрим на вашу карту. Что мы здесь видим по текущей ситуации, по текущей позиции? Значит, скорее всего, то, что вы воспринимаете на ментальном плане, как вы видите эту ситуацию. Отношения тайного характера. В этих отношениях вы являетесь любовницей. Не могу сказать, что у вас устраивает текущее положение вещей, но факт остается фактом. На текущий момент, что касается у вас чувств, здесь у вас падает Паш Пентакли, вы считаете, что ваше вложение в эти отношения, то есть то, что вы над ними трудитесь, то, что вы пытаетесь дать что-то этому мужчине в эмоциональном, в чувственном, в плане физическом аспекте, да, даст вам результаты своего труда. Помимо всего прочего, Паш Пентакли – это карта опыта. То есть те отношения, которых у вас, ну, скажем, именно в таком формате ранее не было, они дают вам какой-то опыт, какую-то мудрость и значимость. Но на текущий момент ваше подсознание говорит о том, что отношения с мужчиной не развиваются. Вы бьетесь в глухую стену непонимания. Почему? Потому что, ну, скажем так, либо мужчина не ваш, а, судя по картам, он действительно не ваш. На текущий момент вы не можете до него достучаться. Во-первых, это ситуация, когда мужчина от вас закрывается из-за наличия другой партнерши. Это ситуация, аспект конкуренции. На что вы надеетесь в этой связи? Ну, по тузу кубков, вам, естественно, хочется ситуации примирения. А то, что у вас разрыв отношений на текущий момент, это явно. Об этом вот говорит аркан. Вот я вам покажу поближе. Аркан башни. Ситуация крушения, ситуация разрыва взаимоотношений, да. И вот по тузу кубков вы четко хотите ситуации примирения, ситуации возобновления отношений, второго шанса. Возможно, здесь у кого-то проиграется, я повторяюсь, не всех, а то начнется поток комментариев, полный бред, у меня не так. Для кого-то проиграется ситуация деторождения. То есть вы действительно здесь могли в этих отношениях зачать ребенка, но на текущий момент вы в разрыве, да. Потому что мужчина закрылся от вас, ушел в те отношения, которые у него есть. И вот, что у вас в действиях, старший аркан, смерть, ситуация перерождения. Перерождение в каком аспекте? Ну, во-первых, я повторюсь, для многих это может проиграться действительно как перерождение в плане гормонального фона из-за ситуации беременности, деторождения. То есть новый статус, вы в новом статусе. В целом же вы понимаете, что это ситуация трансформации. Чего от этих отношений вы ожидаете? Естественно, вам хочется здесь предложения руки и сердца. Но вы понимаете, что Паш Пентакль это мужчина, который много говорит, но мало делает. То есть медленный на подъем. То есть он вроде бы и решился, но видите, конь его застопорился, не идет. А вы уже вся в ожидании машете, я здесь, ну когда же ты уже даешь, когда ты уже решишься, понимаете. Вот это ситуация какой-то неопределенности. Помимо всего прочего, Пашу Пентакль, мужчина, который либо вас подкупает, либо покупает в этих отношениях, да, какими-то материальными благами. Но самый главный аспект в этих взаимоотношениях, это именно сексуальная страсть. Здесь у вас очень сильное сексуальное влечение, для вас непреодолимое. Помимо всего прочего, я сейчас подтяну, что же у вас в этих отношениях, в скрытых мотивах. В скрытых мотивах Туз Пентакли. Вам хочется найти ключи от сердца этого мужчины, да, построить с ним стабильные длительные отношения. И вы уже себя видите, по сути, в роли супруги. Вам бы очень этого хотелось. То есть вы к этому будете, ну, всячески стремиться. Опять же, по Тузу Пентакли у вас здесь может присутствовать ситуация материальной заинтересованности, в плане каких-то благ и накоплений. Но самое главное, как я говорю, здесь идет ситуация страсти, то есть физика. Давайте смотреть, что падает со стороны вашего мужчины. Ну, на ментальном плане карта дьявола, карта сексуальной, эмоциональной зависимости. Но что касаемо его чувств в отношении вас, понимаете, здесь... Он у вас отпустил, либо вы его отпустили. Потому что здесь именно Семерка Пентакли отражает саму по себе ситуацию, что либо не пришло время, либо мужчина хочет свободных взаимоотношений. Семерка Пентакли, вообще-то, карта ожидания подоб своего труда. Но на текущий момент, я вам скажу так, он не готов к формату серьезных взаимоотношений. Я вам объясню, почему. Во-первых, у него в скрытых мотивах восьмерка мечей, карта больших страхов. Человек скован по рукам и ногам какими-то обязательствами, либо в целом обстоятельствами, да. И не видит выхода из какого-то вот затруднительного положения. По какой причине? Значит, смотрите, что здесь происходит, какова ситуация. Либо в целом у него есть наличие семьи. И, скажем, да, для него это сдерживающий фактор. Если смотреть с вашей позиции, здесь может его пугать ситуация деторождения. Для некоторых это проиграется, да, так, именно в таком контексте. Мужчина сделал ноги. Почему я говорю? Потому что у него в ожиданиях шестерка мечей. Шестерка мечей – это карта желания уплыть к другим берегам. Кстати, для многих это отношения с женатым мужчиной. И, скажем так, большей части они поддерживаются посредством интернет-переписок, созвонов, не знаю, там, скайпа, больше общения на расстоянии посредством интернет. Поэтому здесь вы уже, безусловно, примеряете ситуацию каждый сам для себя. Поймите, не может для многотысячной аудитории расклад проиграться однозначно по всех аспектах. То есть, повторюсь, для некоторых здесь идет ситуация взаимоотношений с несвободным мужчиной. Скорее всего, по интернету, да, либо на расстоянии. Мужчина, который мог, например, оставить вас беременной по причине боязни и нежелания брать на себя ответственность. Еще в таком контексте. Кстати, здесь еще такой момент. У мужчины в семье мог родиться ребенок, да. Так, что же здесь происходит? На ближайший месяц по семерке жезлов. Здесь идет какое-то желание, знаете, как заглянуть в тайну, что-то для себя прояснить. И вместе с тем отстаять свои интересы. Но и мужчина, понимаете, от вас закрывается, не готов уйти на контакт. И вам вместе с тем тяжело на текущий момент что-то в этой ситуации поменять. По аркану звезда эти отношения, скажем так, вы отложили на более долгосрочную перспективу. Сейчас они поставлены у вас на паузу, и вы надеетесь на то, что в какой-то своей более отдаленной перспективе, да, что-то вы для себя здесь сможете прояснить. Расставить точки над «и» и понять, ваш ли это человек или не ваш. Давайте все-таки посмотрим, что здесь падает у нас на перспективу. Ну, смотрите. Во-первых, на текущий момент у вас слишком много иллюзий, эмоциональных переживаний. То есть, сновидения, мечты, то есть, вы понимаете, вы в грезах, то есть, вы о нем грезите. А со стороны мужчины, вот, разрубить гордеев узел. То есть, мужчина вышел из этих отношений, возможно, остро, возможно, у вас словесно ранен. Но, тем не менее, как говорят арканы, у вас однозначно здесь состоится разговор в последствии, в будущем, который оставит эти точки над «и» и, скажем так, станет ключевым. Почему? Потому что вот по «восьмерке» жезлов – это, во-первых, быстрое развитие ситуации, и вы найдете ключ к ответам на все ваши вопросы. Так, что же вас ждет после этого разговора? Ну, во-первых, карты вам говорят, что, вы понимаете, вы все время стучитесь с закрытой дверью. Ну, не ваш это мужчина, осознайте вы уже этот факт. Так, помимо всего прочего, ну, это будет молниеносный уход человека из вашей жизни. Как бы прискорбно это ни звучало. Давайте посмотрим с позиции совета, что же вам делать в текущей ситуации, что посоветуют вам арканы. Вытянем для вас одну карту. Так. Так, карта говорит, что да, возможно, это и есть ваша половинка. Но стоит ли вам за нее бороться и развивать эти взаимоотношения? Тут говорят карты, позвольте друзьям помочь вам. То есть, либо время расставить все на свои места, да, и каким-то образом друзья вам помогут в этой ситуации с позиции прояснения этого вопроса, либо с позиции примирения, либо же в целом друзья вам помогут, знаете, как выйти на какой-то новый жизненный виток. Отстраниться от этой ситуации и обрести нового партнера, новое счастье. Так, это для тех, кто выбрал первый вариант. Так, это для тех, кто выбрал второй вариант. Будем смотреть на языческом тару. Так, здесь, наверное, уже арканы буду переворачивать сразу, дабы не тратить на это время. Итак, вот так мысли, чувствования, сознания. Все карты я вам покажу, поэтому не переживайте. Так, что же мы здесь видим, какову картину? Карты по левой стороне ваши, по правой карты вашего партнера, по центру карты общего порядка. Так, начнем с вас. Смотрите, на ментальном плане, по тройке жезлов, на текущий момент, либо вы пытаетесь погрузиться вся в работу, да, дабы от этих отношений, о них не думать, в целом на них не концентрироваться. Либо, опять же, каким-то образом вы с этим мужчиной можете быть связаны по работе. По тройке жезлов вы пытаетесь что-то для себя прояснить, абстрагироваться. Почему? Потому что в чувствах, вот у вас здесь падает карта башни, ситуация крушения. О том, что вы либо узнали о его похождениях на стороне, либо в целом сама по себе ситуация разрыва взаимоотношений, от которой вы пытаетесь бежать. Что у вас здесь в подсознании? Аркан влюбленные, ситуация выбора, то есть каким же путем пойти. Возможно, вы разорвали эти отношения по причине выбора, да, и позиционировали, да, какой же дорогой пойти. Но, опять же, вы могли оказаться в ситуации любовного треугольника, когда выбирают среди вас, да, и другой соперницы. Почему? Потому что здесь ваша задача, какой дорогой пойти, например, остаться в этом треугольнике, либо от него отказаться. Также, например, с позиции выбора двух партнеров, например, выбрать семью, либо выбрать любовника. На текущий момент, что у вас здесь в планах? Вы жаждете эмоции, вы жаждете продолжения этих отношений, этой связи, потому что она вам дарит эмоции, глубокое погружение, и вам бы хотелось в перспективе дальнейшего развития. Но вы в текущих отношениях берете паузу, потому что ждете действий от мужчины. А вот мужчина на текущий момент, понимаете, по сути, как бы уплыл к другим берегам. Для многих проиграться это именно так. Либо же, опять, вы могли выйти из этих отношений. Шестерка мечей здесь карта перемен. Что касаемо ваших скрытых мотивов, то здесь у вас падает двойка мечей. Желание и попытки подойти к решению этого вопроса не только с позиции сердца, но и с позиции логики. То есть вы пытаетесь абстрагироваться от ситуации и сделать верное решение, то есть принять какое-то решение. Опять же, двойка мечей, это, знаете, примирение, несмотря на здравый смысл. Вы понимаете, что ситуация здесь не изменится. Не будет каких-то там кардинальных перемен, все будет идти на круги своя. Но, тем не менее, для вас это сейчас крайне значимо. Вы сейчас очень сильно к этому стремитесь. Давайте смотреть вашего партнера. У вашего товарища на текущий момент идет ситуация самодостаточного одиночества. Он сам в себе, в своей реализации, в работе, в реализации каких-то планов. Это приятный отдых. Он доволен текущим положением вещей. С позиции чувств, что у него к вам. Здесь падает аркан дьявол. Ну, это ситуация искушения. То есть действительно то, что искушает человека на какие-то поступки. Здесь налицо ситуации сексуальной, эмоциональной зависимости. Для кого-то также может проиграться, ну, не во всех аспектах, но как и финансовая зависимость. То есть мужчина может быть финансово зависим от вас. Повторюсь, не для всех это проиграется. С позиции его действий в отношении вас. Ну, здесь ждите однозначно. Либо письма, либо его приезда, либо какого-то известия. Восьмерка жезлов – это карта скорости. Карта, ну, знаете, когда человек выйдет с вами на связь. Может, кстати, выйти с вами на связь по поводу решения каких-то финансовых вопросов. Что у него в планах по отношению к вам? Здесь падает королева кубков. Но непосредственно он проиграется хорошо для тех, кто является представительницей водной стихии. То есть рак, скорпион или рыбы. Если вы не являетесь таковой, то по этой карте это сама по себе ситуация, когда мужчина жаждет вас видеть в формате любовницы. Именно таких отношений. Почему именно так? Потому что на текущий момент он скован по рукам и ногам и не может вам предложить нечто большее. То есть какие-то более длительные и стабильные отношения. Посему у него в ожиданиях разрыв ваших отношений. Видите, знаете, нарубить, наломать дров. Десятка мечей. Здесь, безусловно, мечи изображены. Ну, то есть, понимаете, острое завершение какой-то ситуации. То есть ваших отношений, да. У него в скрытых мотивах, смотрите, здесь падает шестерка жезлов. Он в любом случае считает, что в этой ситуации он на коне. Именно в этой карте это еще аркан не только успешного проведения ритуала, но и аркан бракосочетания. Мужчина здесь может состоять в каких-то постоянных отношениях. Но на текущий момент его все устраивает. Что происходит здесь? То есть у вас однозначно был какой-то серьезный разговор, который поставил точку ваших отношений. И рыцарь мечей говорит о ситуации в полосе отчуждения. То есть на текущий момент в этих отношениях ситуация холода, изоляции, и каждый в этих отношениях сам по себе. Луна – это попытка, знаете, заняться каким-то самоанализом, понять, почему так произошло, проникнуть вглубь своей интуиции, прочувствовать и себя, и другого человека. Но опять же вспомните, Луна – это карта иллюзий и обмана. Так что здесь вот такой еще аспект проигрывается. Каковы же перспективы вашей связи? По тройке Пентакли вы готовы вкладываться в этот союз? Повторюсь, для многих это еще проиграется как ситуация служебного романа, либо знакомство по работе, какие-то деловые контакты. Со стороны вашего партнера я вижу только ситуацию ностальгии, но здесь он очень сильно зациклен в семье. Поэтому если вы надеетесь, что он уйдет из семьи, к сожалению, этого не будет. И итоговым арканом у вас падает пятерка Пентакли. Ситуация длительного ожидания этого мужчины, которая по сути ни к чему не приведет. Поэтому задумайтесь на те, нужно ли вам это. Безусловно, тот, кто хочет взять партнера вечно, может этим заниматься. Давайте все-таки посмотрим с позиции совета, в чем же вам говорят послания ангелов для влюбленных. Что вам делать в этой ситуации? Карты говорят, что займитесь финансами и карьерой. Вот это будет для вас наиболее благотворно и наиболее успешно, потому что товарищ-то не ваш, и перспектив развития отношений с ним нет. Во всяком случае, на тот период, который вы себе загадали и задумали. Поэтому если вы надеетесь на благотворное развитие отношений, к сожалению, здесь этого не будет. И вам нужно сделать акцент на собственной самореализации и становлении вашей финансовой независимости. Вот таким у нас вышел второй расклад. Так, переходим к третьему раскладу. Третья колода для тех, кто выбрал второго современного заглянателя. Так, проговаривайте, пожалуйста, имена, даты рождения. Визуализируйте себя и своего партнера. Хочу напомнить, что, пожалуйста, если ваша ситуация, в принципе, не является таковой, то есть у вас уже очень давно нет партнера, там, свыше двух или трех лет, либо вы пенсионер, потом, как вы мне пишите в комментариях, что за чушь, я вообще одна, у меня никого нет. Вопрос в другом. Для чего тогда вы смотрите те расклады, которые не соответствуют тематике вашего запроса? Поэтому рассуждайте, пожалуйста, справа и применяйте расклады только по ситуации, чтобы это действительно соответствовало вашей действительности. Так. Настраивайтесь на работу. И будем смотреть. Так. Продолжение следует... Так, вот выложила карты. Ну, давайте смотреть. Карты по левой стороне ваши, по правой стороне карты вашего партнера. Ну, собственно, сейчас буду подносить и все озвучивать. Что у вас происходит на текущий момент у вас на ментальном плане? Как вы воспринимаете партнера и ваши взаимоотношения? У вас есть ситуация ожидания. То есть вы ждете либо развития отношений, либо что они перейдут на новый уровень, потому что вот вы уже так вкладываетесь, вкладываетесь только вместе. Кстати, очень часто эта карта отыгрывается как желание заключить официальный брак, да, из-за беременности. Потому что семерка Пентакль часто это гражданские отношения, которые переходят в официальные по причине наличия ребенка. Что у вас в чувствах? Здесь у нас падает семерка Кубков. Ситуация трудного выбора, ситуация иллюзии. Карты уже вам говорят о том, что, скорее всего, вы неверно воспринимаете текущую ситуацию. Не готовы воспринимать ее трезво, здраво. Соответственно, тем самым понимаете, усложняете себе жизнь. Вы в своем подсознании очень сильно держите из-за этого мужчину. Четверка Пентакль – карта собственницы, ревнивицы. Здесь может проигрываться и материальный аспект, что мужчина может вам дать стабильную, хорошую материальную базу. Именно по этой причине вы, возможно, не хотите его терять. Повторюсь, не для всех это однозначно проигрывается. Поэтому, опять же, не нужно мне писать, я материально независима, я от него не завишу. Расклад выполняется для широкой аудитории. Дальше. На текущий момент, что у вас в планах? В планах у вас колода, конечно, специфичная. Здесь ображены двое мужчин. Но это желание союза. Желание поддерживать и продолжать эти взаимоотношения. Касаемо ваших действий, особенно если ваш мужчина водной стихии, то бишь король кубков, это рак, скорпион или рыбы, вы жаждете именно этого мужчину. Вы хотите его во что бы то ни стало. И понимаете, что здесь четко назрело время перемен. Смерть – аркан трансформация. То есть, знаете, как точка невозврата. Либо конец, либо переход отношений на новую фазу, на новый уровень. На текущий момент, как говорят карты, вы заняли какую-то выжидательную позицию, вы не хотите конфликтовать и, как это правильно сказать, отставить свою точку зрения, но вы выжидаете. Возможно, терпение у вас скоро лопнет. У вас здесь идет ситуация, когда вы ждете, как же себя мужчина проявит, на что он способен в целом. И вот смотрите по картам вашего мужчины, вашего партнера. Сейчас поближе их поднесу. Парателю мужчин, либо мужчина в целом вышел из ваших взаимоотношений, либо в отношениях присутствует ситуация отчуждения и холода. По какой причине? Ну, здесь, во-первых, проигрывается ситуация, что она относится к вашим отношениям легкомысленно. У него здесь нет каких-то долгосрочных перспектив. Все, что здесь его может привязать, да, безусловно, для кого-то может проиграться, как наличие ситуации беременности. То есть, которая его и вводит в стагнацию. Потому что, что касаемо подсознания, страсти к вам много. Страсти, физического притяжения. Он, в принципе, по текущей ситуации, возможно, хотел бы видеть себя отцом, но в более отдаленной перспективе. Каковы у него планы? В планах у него есть мысли о совместном проживании, о том, чтобы строить какой-то быт, заниматься накопительством. Вы знаете, как Плюшкин, все в дом, все для семьи. И есть мысли с позиции предложения руки и сердца. Об этом говорит и туз мечей. В этой колоде он обозначает именно стихию огня, а не воздуха. Это карта страсти, карта начинания. Я говорю, да, для многих это проиграется как переход на новый этап, либо рождение ребенка. Почему я говорю? Потому что у него в скрытых мотивах шестерка мечей. Здесь он плавит в лодке именно с девушкой. То есть, либо здесь будет ситуация, скажем так, предложения к совместному проживанию, либо переход отношений на новый уровень. Давайте смотреть на какой же. На текущий момент по шестерке кубков, если вы в ссоре, то это ситуация примирения, потому что здесь присутствует ностальгия. Здесь, особенно если, например, вы были семейной парой, очень значимы родственные узы, например, наличие деток. Для многих это может проиграться. Либо в целом вас ситуация может связывать с ситуацией деторождения. Но, что касаемо перспективы, поймите, отношения будут развиваться быстро, стремительно. Но мужчина здесь также стремительно быстро может, как говорится, слиться. Карта расстояния, понимаете? С вашей стороны, вот падает здесь паш кубков. Ситуация, здесь именно проигрывается ситуация. Ситуация выбора, да, испить полную чашу. Кстати, карта, которая тоже указывает на ситуацию рождения детей. А вот с его стороны, ситуация сомнений и выбора, она дали ему все это. Понимаете? И вот как на итог, вот на тот период, который вы себе загадали, Аркан Отшелли четко говорит о ситуации одиночества вдвоем. То есть вы можете состоять в паре, но каждый зовет своей жизнью, целями, устремлением. У каждого свои планы. Здесь четко какой-то идет внутренний уход в себя и отказ от отношений, как будто отношения поставлены на паузу. Повторюсь, на тот период, который вы себе загадали. Давайте посмотрим с позиции совета, что же вам делать в текущей ситуации. Аркан указывает на вашу ситуацию созависимости. То есть здесь вашим отношениям угрожают пагубные пристрастия. А именно, здесь может быть пристрастие вашего товарища к алкоголю, к азартным играм, либо то, что ваш товарищ слишком любвеобилен. И идет вот эта ситуация сомнений, колебаний и выбора. Насколько будет развиваться эта ситуация, сказать сложно. Ну давайте взянем еще одну карту. К чему же это все дело приведет? Что же вам делать с этой созависимостью-то? Ну как говорят карты, верьте. Возможно ситуация исправится и наладится. Возможно ради ребенка мужчина будет готов измениться, изменить свою жизнь в корне. Стремление-то к этому есть. Главное вас направить его в правильное русло. Вот таким у нас вышел третий расклад. Будем переходить к последующему. Так, ну для тех, кто выбрал последний, четвертый вариант развития ситуации, давайте смотреть, как же будут развиваться ваши взаимоотношения на загаданный вам период. Проговаривайте, пожалуйста, имена, даты рождения, визуализируйте партнера. И будем смотреть, что же у вас здесь происходит в отношении. Так. Так. Продолжение следует... Так, давайте смотреть, что же здесь происходит. Итак, карты по левой стороне вашей, по правой карты вашего партнера, по центру карты общего порядка. Значит, ситуация здесь может проиграться следующим образом. Во-первых, вы оба можете быть несвободны, собственно, как он, так, собственно, и вы. Я сейчас объясню по вашим картам. Либо же вы здесь можете находиться в статусе любовницы. Я сейчас объясню, почему. Итак, начнем с ваших карт. На ментальном плане, на текущий момент, по принцессе Жезлов у вас задает ситуация ожидания, ожидание его везде, либо его как в таковом в целом. Почему? Потому что в чувствах у вас здесь падает карта смерти, либо в ваших отношениях пауза, либо разрыв. То есть вы надеетесь на ситуацию восстановления, на ситуацию трансформации. Почему я говорю так? Потому что вот у вас в планах аркан суд. Мало того, что у вас отношения кармические, об этом еще говорит колесо фортуны, да. Так, помимо всего прочего, вот то, на чем вы циклитесь, на что вы надеетесь. Вы очень сильно хотите восстановить эти отношения, развивать их и перевести их на новый уровень. Почему? Потому что в скрытых мотивах по королеве Пентакли на текущий момент вы хотите с ним быть в статусе супруги. Вы понимаете, что здесь четко есть наличие другой женщины. Если вы королева Пентакли, то здесь вы четко, скажем так, преследуете позицию своего комфорта в этих отношениях. Именно свою реализацию, как супруги, как жены, матери, да, так и в материальном аспекте. Вот, смотрите, что у вас здесь падает в подсознании. Аркан жрица. Отношения тайные, отношения скрываемые, которые вы не желаете афишировать. И, скорее всего, вы здесь выступаете в роли любовницы. Объясню почему. Потому что вот в ваших ожиданиях мужчина, который имеет женщину постоянно, супруга, либо гражданская партнерша, да, не обязательно здесь официальный брак. Но при этом заглядывается на вас и желает строить с вами отношения. Карта жизни на два двора, на две семьи. В эту четкую ситуацию осознаете, принимаете, вы принимаете тот сценарий, который диктует вам, который навязывает вам. С позиции ваших действий, что у вас здесь падает? Если все-таки ваш аркан королева жезлов, то это желание здесь самоотвертиться в этих отношениях, проработать какие-то свои комплексы и занять ведущую позицию, ведущую роль. То есть отстоять этого мужчину. Если аркан не ваш, он четко указывает на наличие соперницы. И с вашей стороны тогда это будет проявляться как ревность, гордость, гордость, ситуация задетого самолюбия и желание, знаете, как отстоять себя и свои позиции. Что же со стороны вашего товарища? Давайте смотреть. То, что у вас к нему есть чувство ностальгии, эмоциональной привязанности, это 100%. Помимо всего прочего, действительно, у мужчины есть к вам чувство, желание ваше отношение продолжать и, как вам сказать, перевести их на новый уровень. И здесь, именно в контексте текущих арканов, мир не говорит о ситуации завершения. Он действительно говорит о том, что мужчина вас, по сути, считает, знаете, как посланный свыше, то есть женщина, которая идет ему по судьбе. Но, как я говорю, смотрите, мужчина, скорее всего, не свободен. Четверка Жезлов и Десятка Пентакли четко говорят о ситуации, что мужчина здесь залип в отношениях гражданских либо брачных. То есть здесь четко идет наличие у него семьи, поэтому в отношении вас он занимает пассивную позицию. Либо он осознает, что у вас есть семья и на текущий момент не готов что-то менять в данной ситуации. В скрытых мотивах у него падает шестерка Жезлов, его все устраивает в данной ситуации. Он понимает, что он держит руку на пульсе, что эту ситуацию он курирует, он ощущает себя здесь победителем. Почему? Потому что, несмотря на его измены, на какую-то ситуацию, обмана в этих отношениях, вы все равно будете идти на компромисс, потому что эти отношения нужны и вам. Несмотря на то, что они во многом вас не устраивают, вы все равно к ним тяготеете. Потому что, во-первых, отношения у вас кармические, которые идут вам по судьбе и кардинально меняют вашу жизнь. Но понимаете, что здесь падает? Здесь четко станет ситуация выбора, как у него, так и у вас. Ситуация качелей. Потому что вы как бы стремитесь к соединению, возможно, к созданию семьи, семейной жизни. Но подшельнику однозначно здесь мужчина к этому не готов. Потому что карта с его стороны говорит, что он пытается уйти от этой связи. Из-за того, что перед ним стоит болезненная ситуация выбора, ситуация сомнений и колебаний. Он не знает, что ему делать. Давайте посмотрим, что в этой ситуации делать вам. Карты говорят, что отношения, видите, кармические. Отношения из прошлой жизни. То есть вы знаете друг друга раньше, а в текущей связи вы отрабатываете вот эту вот карму. Сейчас я посмотрю, в чем она у вас заключается, кому чего насолил и задолжал. Так, давайте смотреть. Что же у нас тут, а? Вот вам ситуация вашей сексуальной зависимости. Вы его обижали в прошлой жизни. Вот поэтому в текущей жизни он вам не дает то, чего вы хотите. Потому что с его стороны он связан по рукам и ногам обязательствами перед семьей, наличие семьи. И вот это вас, знаете, выгоняет в ситуацию эмоционального, душевного раздрая. В прошлой жизни вы пользовались им, в этой жизни, ну вот по сути он пользуется вами, да. Возвращает вам ваши кармические долги. Давайте все-таки проясним ситуацию. Видите, сначала полюбите себя. Потому что если у вас будет идти непринятие себя, то мужчина постоянно будет колебаться и делать выбор между вами и соперницей. Потому что если вы себя не любите, он понимает, что вы не являетесь для него тем истинным сокровищем, именно той ценностью, ради которой он готов всем пожертвовать. То есть объясню, в чем задача, да, в чем суть. Когда мужчина звонит вам и выстраивает встречи таким образом, когда удобно ему, а не вам, это уже говорит о многом. То есть ради него вы меняете все свои планы. Меняете тренировку, подружек, родственников, хобби. Мчитесь, сломя голову там через весь город на эти встречи. Но когда нужно вам, мужчина не всегда к этому готов. Поэтому, как говорят карты, и если вы не покажете, как говорится, свои зубы, свой эскал, ничего в этих отношениях не поменяется. А вот если вы измените свою точку зрения, вот тогда здесь действительно возможно создание семьи. Задумайтесь. Вот такой у нас вышел сегодня расклад. Отписывайтесь, пожалуйста, в комментариях, как он у нас проигрывается или нет. Для тех, кто хочет получить индивидуальную консультацию, ссылки на мои контакты вы сможете найти под любым из моих видео. А я искренне благодарю вас за внимание. С вами была Ива Лехцер. До новых встреч.